Удары по Крыму и перестрелки в городах Дагестана. Новости за выходные. Вчера в Севастополе и других городах Крыма слышали взрывы, а в Дагестане неизвестные устроили стрельбу в Махачкале и городе Дербент. Детальнее о том, что произошло на выходных, в материале «Рубк Украина». Война России против Украины. Последние новости. Новости за 22 июня, по данным аналитиков ИСФ, кафиры могут попытаться развивать наступление на часов Ярс-Юга. В ночь на 22 июня Россия атаковала Украину. Силы ПВО уничтожили 12 из 16 ракет, и 13 федерация планирует присоединить к своему корпусу, действующему в направлении Харькова, подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии ИРФ ПАТИ. Новости за 23 июня в Киеве утром 23 июня раздавались взрывы. Россия выпустила три калибра, две ракеты были сбиты в Киевской области. МС рассказали, что в результате удара по составу шахедов в Краснодарском крае были ликвидированы инструкторы и курсанты. Российские войска продолжают попытки продвинуться на фронте. Самая горячая ситуация на Покровском и Купянском направлениях. Но украинские военные дают решительный отпор противнику. Россияне атаковали дронам блокпост полиции в Херсонской области Таи. В нацполиции сообщили, что в результате российской атаки инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции номер 1 Херсонского РУП, старший лейтенант полиции, получил тяжелые ранения. Правоохранитель скончался в карете скорой дорогой в больницу. В Киеве подросток избил ветерана войны. 21 июня около 23. 40 в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дорницком районе его избил неизвестный. Предварительно установлено, что из-за внезапного конфликта произошла потасовка между мужчиной и 17-летним парнем. Пострадавшим оказался ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32 Амбр. Мужчина выгуливал собаку и возвращался домой, когда к нему подошли трое парней, и самый молодой из них начал предъявлять за прическу. Беларусь проводит внезапную проверку войск. В Гнусу рассказали о ситуации у границы. Беларусь постоянно проводит то обучение, то проверку войск. Но если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска, и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые она могла бы применить против Украины, сказал спикер Гнусу Андрей Демченко. В Сумской области депутат Абсовета из карабина застрелил человека. Инцидент произошел в селе, за речи на территории охотничьего хозяйства «Северный лес» около 19 часов. Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат вместо установленной мишени выстрелил в находившегося в зоне ведения огня работника лестничества от полученного огнестрельного ранения 46-ти. «Летний потерпевший скончался на месте происшествия», рассказали в местной прокуратуре. В СУ раскрыли подробности уничтожения состава шахидов и инфраструктуры врага на Кубани. В военно-морских силах СУ отметили, что атака была организована и проведена во взаимодействии с СБУ. «Подтверждено уничтожение силами и средствами ЭМСом с Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины, в составе шахидов и сопутствующей инфраструктуры», говорится ВУ. «Сообщение военных». Также в заявлении в МЭС отмечается, что новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение мест хранения и подготовки к применению шахид. 136 герань, два учебных. Карпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БЛА, расположенных в Краснодарском крае, в Южной Корее назвали условия отмены каких-либо ограничений помощи Украине. Начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Ходжи заявил, что сила о предоставлении оружия Украине зависит от того, как будет развиваться военное. Сотрудничество России с Северной Кореей. «Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?» Сказал он. Взрывы раздавались в Крыму. Вчера днем в Севастополе и других городах Крыма слышали взрывы. Россияне заявили об атаке. В российском Минобороны утверждают, что четыре ракеты «Атамс» были сбиты, еще одна взорвалась над Севастополем. Россияне говорят, что якобы пострадали более 100 человек и погибли три человека. В сети сообщают, что российское ПВО сбивало ракеты над пляжем Учкуевки. А уже вечером мощные взрывы снова прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма. Россияне традиционно заявили о якобы ракетной атаке. Словения сообщила, когда подпишет с Украиной соглашение о безопасности. Президент Словении заявила, что 27 июня посетит Киев, где подпишет соглашение о безопасности с Украиной. «Речь идет об обязательстве продолжать помогать Украине столько, сколько будет нужно», — сказала Пирс Мусар, добавив, что соглашение подобно другим, которые уже заключила Украина. В Дагестане сообщают о серии терактов. Неизвестные обстреляли православную церковь, синагогу и полицейских в городе Дербент. Одного полицейского убили, одного ронили. После этого нападавшие скрылись на автомобиле. Еще одно нападение произошло в Махачкале, столице Дагестана. Там неизвестные стреляли по полицейским автомобилям на посту Дбешес. В городах была замечена военная техника и вертолеты. Центр Дербента обесточен. В Махачкале люди оказались заблокированы в церкви, вокруг которой идет перестрелка Таи.